Приветствую вас, друзья! Вы на канале В поисках золота и кладов. И сегодня мы с Вованом, а также еще одним дружбаном приехали покопаться. Вот, Вован у нас любит сниматься, а вот он, на которого я сейчас смотрю не очень. Да, но у него обновочка, вот. Ну-ка, Вован, смотри. О, смотрите, друзья, видите вот катушечку? Кто-нибудь из вас узнает эту катушку, а? Вы не раз ее видели на одном из каналов. Хочу передать я привет Ине Абрам и каналу Життя как хобби. Привет! Да-да-да, Вован тоже смотрит уже и не пропускает ни одной серии. Вот наш товарищ, друг, и комрад приобрел вот такую прекрасную катушку. И сегодня мы будем с ней впервые тестировать. Тестировать, да, ходить. На Житомирщине. На Житомирщине, на полигоне для тестов. Вот. Все его знают, Житомиряне, а не Житомиряне знают его уже по моим видосам. Итак, друзья, мы побежали, а находочки обязательно будут. Покажем. Друзья, если вы желаете приобрести качественное и надежное поисковое оборудование, то рекомендую магазин Фортуна. Металлодетектор и всех известных брендов. Официальная гарантия, бесплатная доставка. При покупке не забудьте указать, что вы от Анарха Туриста. С меня фортовый шеврон и плюс 100500 в карму. Как всегда, все ссылочки вы найдете в описании под этим видео. Есть первая находочка. Вот торчит. Вот. Пуговка. Ребята, эта пуговица, к сожалению, лысая. Эх. Илушка целая. Но никаких тебе орлов, никаких тебе номеров. Царская лысая пуга. Эх, друзья. Есть у меня первая монеточка и сразу царек. Люблю я копать здесь царьков. В основном здесь советы попадаются. Ну, немножечко еще средневековье. Вот. И цари. В общем, смотрите. Медячок. Две копеечки, друзья. Александровские две копейки. Вот такая монитосина. Так. Состояние. Ну. Не то, чтобы супер. Ну. Пойдет, ребята. Пойдет. Вот. Год сейчас с вами посмотрим. Так. Год у нас 1800. Это 100%. А вот далее 1818. НМ. ЭЕМ. НМ, да? Ну. Неплохая монеточка. Копаемся дальше. Попалась еще одна монеточка. Копейка. 1936 года. Вы посмотрите на этого юношу. А? Хе-хе. С довольной физиономией. Уже закурил, что-то нашел и меня зовет. Бегу к нему. Забрался ж, да? В дальние дали. Последняя гора. Вот эту гору еще преодолеть. И мы вована. Ой-ой-ой. Вы посмотрите на этот довольный вид. Вован. Ну, такая реакция должна быть. Так. Секунду. Не меньше, чем на серебро. что такое? Что? Где? Что ты уже увидел? Ну, не звал бы явно просто так. Ну, давай. Ну. Ну. Вован. Ну, что ты даешь? Серебро, друзья. Что, Сережа? Да, смотри. Да, в патине. В зеленой патинке. Глубокий сигнал. Блин, я могу вырил капец. Еле засыпил. Ну, не знаю, если она была в самом низу, то это сантиметров тридцать. Не меньше. Еле сантиметров. Так, Вован, это серебро царское. Я две минуты стоял на этой точке. Снимай перчатки, а то сейчас понатираешь тут. Так, на, три. Три только так, легонечко, чтобы не стирать ничего. О, все, 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 легонько, легонько, легонько. Что, это 15 копеек, как? 12-й, 1912. Слушай, молодец. Красота. И сохранчик? Песочек? Замечательный. Вот. А мы же орла по трем. Ну, три, но так, слегонца. Все, 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 дальше дома водичкой по трешь, помоешь. Смотрите, друзья, на сохран монеты. Вот это да. Он в середине даже, кто там, Георгий Повидоносец на коне. Как все видно четенько. Ну, Вован! Сегодня Вован без машины. Да, сегодня Вован без машины. О, я земляному дедушке чуть капнул. Вот он мне серебрушечку первую и подогнал. Вот такую, вот такую. Да, Вован с того места не сходит. Хочет еще найти что-то хорошее. Так, друзья, есть у меня серебрушка, по-моему. Вот отпечаточек, вот монетка маленькая, но старенькая. Это, друзья, Solid. Это Solid и это 17 век. Так, есть. Средневековье. Монетка недорогая и состояние тоже, так сказать, не очень. А на том берегу! вы посмотрите, Вован, который только что нашел монетку, да? Number one. Вован, как сегодня настроение? Отличное. Видишь, монитосина попалась, серебруха. Сейчас что-то еще найдем, да? по-любому. Маленькая попалась монеточка. Очень-очень маленькая, смотрите, друзья. О! Совсем кроха. Думаю, Solid. Думаю, 17 век. Возможно, двудинарий. Вован, где-то вот за теми холмами. А я вот, друзья, шел-шел, как пел Сережа Михалов. Своей песней, да? Шел-шел. И тут зеленоглазое такси. Но нет, у меня, смотрите, что выпало. Вот так прям выкинул с первой вот, ну, больше полштыка. Тут не оказалось. Еще немножечко выбрал земли. Вот, выбросил сюда, и по дороге смотрите, что выпало. Ха-ха, ребята, это серебро, это серьга. смотрите, целенькая. Вот только нету вот этого ушка, которое, которое в ушко, да, цепляется, застежечки. Так, уверен, здесь где-то должна быть проба 84-я. Так, смотрим. ну, ребята, так и есть. Сейчас я вам ее покажу. Вот, гляньте, проба 84-я. Старая, царская, серебряная сережечка. Это очень даже хорошо. Ну, особо, да, она денег не стоит, но приятно всегда находить серебро. вот, кстати, смотрите, АТ. Это уже или ювелир ставил свое клеймо, либо тот, кто пробировал. О, звонят ко мне. Может, Вован, может, нашел чего? Сейчас проверим. Так, друзья, есть. Вован звонит, говорит, нашел монетку. Вот он, в елочках, вот там вот. в сотенках даже, я бы сказал. Дошел до Вована, вот у него сигнал. Что показывает? 29, 32, 31. А ну? Она лежит на ребре. Вот. Так, это у нас, это у нас. да, солид. Вован, это солид. Солид? Но. Я думаю, да, и сохранщики. Я, кстати, нашел уже два, но херовых. Ну, тоже, я не знаю, его так особо тереть. Ну, можешь подтереть. Твоя монета, литовская монета. У поляков, получается, был орлик, а у Литвы погоня. В общем, надо, надо почистить, посмотреть. Вот такая, друзья, монетина. Вован, снова сегодня номер ван. Смотрите, с этой стороны у нас орлик, а с этой стороны у нас погоня. Вот, не знаю, чья она. Наверное, тоже какого-нибудь Сигизмунда третьего вазы. Вот, смотрите, с правой стороны написано солид, а с левой стороны год 1623. Серебро. Вован у нас уже закурил на радость окну. Ну, вторая серебрушка сегодня. Блин, Вован, ты что-то впереди планеты всей, я вот не знаю, что делать, надо мне бегать скорее. Я же тебе тоже покажу, что я нашел. У меня тоже есть серебро, сейчас покажу. Так, смотри, Вован, вот такая, вот у меня, видишь, серебрушка твоя. Серебрушка, но по срению с твоим, это какаль неимоверный. Вот, видишь, смотри, сейчас еще тебе покажу. Опа, смотри, из той же оперы, ни о чем. Потом, имеется у нас вот такая вот солица серебра, это серебра. две копеечки, видал? Еще восемьсот двенадцатого года. Никудышная копейка. Соли эти миллионы. Как всегда, я тут эти стягаю, советики. И вот, прямо вот, когда ты ко мне звонил, вот, смотри, сережечка. серебряная. Да. Проба присутствует. Сыганская. А может быть, это казацкая, кстати. Прикольненько. Вот так вот. Ямки закапываем, не забывайте. Да. Закапываем ямки, идем дальше. Проехался, друзья, лопатая, я так понимаю. Смотрите. Вот. Сто процентов зацепил. монетку. Две копейки, да? А не, не зацепил. Нет, чуть-чуть, смотрите, вот. Блеск. То есть, я ее еле-еле лизнул. Так, что это у нас, как всегда, 2 копейки 27-го. Да. Вот печальная, печальная монетка. 2 копейки 1931-го. Сохранчик не очень. Вован, передаем привет кому? Инне. О-хо-хо-хо-хо-хо. Вован, я вижу, ты фанат. Подержался за катушку ее бывшую. Видишь, и пошло. И пошло. Смотри, Инна, тебе привет. еще раз попалась еще одна медная монеточка это копейка это сто процентов копейка сейчас я вам ее покажу вот как всегда вот таким вот способом и монетки не жалко не не дорогие а год какой у нас год 1800 не пойму друзья девятнадцатый еще восемьсот девятнадцатый друзья в прошлом году это монета и себе и выкопал да отметила бы юбилей а так уже все 2020 на дворе 201 год этой монете кстати друзья сегодня у нас 0 2 0 2 2 0 2 0 вот такая вот дата 2 февраля друзья на дворе плюс 10 градусов когда еще такое было не снега не мороза красота копаем всю зиму вот так так что как пел товарищ шнуров но только ты зима моей мечты друзья мои если вас интересуют настроечки с которыми я хожу да и в общем и целом как настраивать деус то специально для вас в описании под этим видео я оставил ссылочку на ролик в котором подробно рассказываю о своих настройках так что уважаемые теуса воды кому интересно переходим и смотрим такого номинальчика еще сегодня не было тройбан но вот в таком вот состоянии тоже ранний 1935 года так это вообще вообще поздняя зря камеру доставал ну ладно мега практически раритетная 15 пик 1961 ванза кустиками работает у меня друзья снова солят и опять смотрите на это состояние ну как же так очередная серебрушка средневековье 17 век и вот такое вот печальное состояние есть еще одна монеточка маленькая копеечушка да как говорит копеечушка привет тебе копеечушка а я нашел копеечку копеечка друзья 1931 года хорошенький рельефчик четенькая еще одна двушечка на этот раз период немножечко позже но все тот же советский союз это у нас уже после 35 судя по гербу до годок ну да так оно есть 1950 год неплохая монетка я знаю что у меня смотрите друзья надо ключ а ну вот смотри я как это не профессионал я вот не знаю насколько этот ключ скажешь так вот сразу со старта не смотря насколько ключ вот она 32 34 пищевая где тут написано должно быть написано по-любому снизу короче об этом мы уже не узнаем вон мы поверим тебе на фу где-то так что там шнур где чинят возьми ну чё давай сиплекс плюсов прибавляй да кому-то пригодится вот так вот ставлю сейчас куда-то вот смотрите вот сюда кому надо будет тот заберет что-то 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 совсем маленькая Копейка. А ну, советская копейка. Эх. 1980. Ну, вон. Не, 69. Почти рарик. Держи. Спасибо. Пожалуйста. Еще один миниачок, друзья. Вот. Копейка Николаевская. Копейка Николаевская. 1897 года. По-моему, да. Монеточка. Тут надо сейчас ее немножечко почистить. И вам показать. Как говорит, Жека веселый, комрад. Низкопрофильная. В общем, подтертая монеточка. Забираем и копаемся дальше. Фуан превращается у нас в бывало. Он уже этот. Он не копатель, он уже археолог. Вован, ты забыл, знаешь, что только сегодня взять с собой? Такой помазок. Знаешь так? Берешь помазок. Помазок. Да, ну да, да. Вот как ты себе рожу бреешь. Берешь помазок. А тут что ты посмотри. Ты знаешь, что археологи вообще за вот эту вот тему тебе, блин, диссертацию напишут. Нашел глиняный? Ну, какой-то да. Вот, смотрите, нашел. За яйца брать. Это что такое? Ну, короче, артефактов тут. А, и знаешь еще, надо такую линейку, такую, как у ментов. Такая линеечка, помазок. Да подожди, а что ж ты вырыл яму, а прозвонить это все? Может там... Давай я побью, прозвоню. Ага, все, я понял. Смотрите, смотрите. Вован просто нашел, видите, у него уже глаз наметан, нашел, где яму рыть. Я хожу, эти монеты копаю в дурак. А Вован вот сейчас вклад, железяк бахнет. Царская посуда, вон, 1816 век. Ой, какой верх. 1816? Примерно. После, после наполеоновская. Ну, смотри, тут, кстати, вот тут вот, вот, смотри, побил клеймо, сейчас бы увидели. Царский век. Ну, там что тут, номер 250. Царский, видишь, вован. О, продолжение. Ни сега. Ну, это, короче, ранне советская посуда. Вклад ранней советской посуды. Это мусорка. Мундек. Как? Мундек. Мундек. Посуды. Угу. Ясно. Ну, еще надо расширить ямку. Расширить ямку, а потом закопаем. Еще что-то вывалялось, друзья. Ямочка средней глубины. А что это у нас? Ага. Это у нас 10 копеечек. Советы. Ранние. Так. Лупили по ней. Видите? По гурту для чего-то, непонятно для чего. По-моему, 57-го. 37-го. 1937-го года. Здесь копеечек. Идем дальше. Вот так вот. Вот эту ямочку я только что на ваших глазах закопал. Буквально в полутора метрах. Еще один сигналчик и, пожалуйста, 2 копейки. Снова ранние советы. Так. Год 38-й. Сохранчик хороший. Хорошенький. Не битая. Красивенькая. Четенькая монеточка. Так, друзья, направляют вот к этому счастливчику уже, можно сказать. Что ты там нашел? Ох, это маленькое. Что-то маленькое. О, мама. Так это же снова копейка. Ну, бери. Копейка, наверное, советская. Хорошо, что я был недалеко. Было бы очень даже не камелько, если бы я сейчас к тебе шел здесь через все поле. Копейка. Ну. Шел бы через все поле, а это оказалось бы копейка. А так бы и было. Ты бы кричал, иди, снимай. Какой год? 1988-й. Фу. Да. Вообще. Зато монитосина. Ну да. Уже какая у тебя сегодня? Четвертая, да? Ну. Четвертая уже хорошо. Союзные, машины. Республик свободный. Сплотила, потом расплатила и так далее. Копаемся, друзья. Ямочки. Как вы сами понимаете, закапываем. О! О! Что, танцы копари... О-хо-хо! Вован дернул первого петокар в своей жизни, да? В 31-й год. Вот это да. Ну, что тебе сказать? Если бы это был 33-й, то пару тысяч гривен бы стоил. В 31-й год стоят рублей, не знаю. Нет, Вован, стоит он рублей, гривен. Десять, наверное. Ну, может, двадцать. О, пачки сигарет. Ну, хорошо. Что-то не вижу сигарет в зубах. Ну, рад? Конечно, рад. То есть, я бы с какой ямой выкопал. Нифига себе, яма, да. Засыпился на елье. Кроме вот, чиптик, то купил. Ну, Вован. Номер ван! Смотрите, что попалось. Мани, что это, друзья, подсказывает. Что это такое? Острое? Вот. Для чего? Для чего? Не пойму. Материал. Какая-то медь, бронза. Ну, сантиметров, наверное, шесть-семь в длину. Попалась конинка, друзья, рядышком пятнашечка 1948 года. Такие тоже находочки недорогие, но приятненькие. Особенно в эту пору года. Один мой монетончик, ребята, лежит прямо передо мной. Как я понимаю, снова ничего особенного. Но надежда кое на что есть. Что лежит? Лежит у нас монеточка. И это две копейки. И это... Смотрите. А, не две копейки. Конечно же, сохранчик... Ах, не о чем. Так. Ну, а год... 1900... Па-па-па-пам! 27-й. Снова 31-й, друзья. Да что ж такое? Снова монетка в сохранчике. Не особо. Да, или даже вообще без него. Вот. Вот такого плана. И опять, это не 27-й. Ну, копаем дальше. Ищем, ищем, и не сдаемся. Что-то, друзья, да. Вот это мощь. Вы посмотрите, что делает этот юноша. Пришел, мне показывает, говорит. 5 копеек. Так, какой-то там 27-й. 27-й, друзья. Это же... Это же супер. Эта монета стоит денег. Да. Вован. Номер ван. Ха. Что скажешь? Думал, вот ты, что найдешь, поедешь сегодня. Найдешь совет какой-то там, да? И он окажется такой вот монетой. Куда я знал? Думаю. 5 копейки, 5 копейки. Даже тебя и не звал. Ну. Ты видишь. А бывают советики. А если бы 2 копейки нашел 27-го. О-о-о. То вообще бы, ну, скажу так, 2 Деуса ногу купил. 2 Деуса ногу купил. 2 Деуса. Все. постарела чуть-чуть дуло так видите немножечко вниз ушло ну бывает бывает желаю вам друзья чтобы такого не случалось я сигналчик не поверхностный пока ты рядом снимешь да уже снимает ну попробуем раз два четыре выкопали есть монетка медячок немаленький советский друзья вот так все красиво и на ваших глазах это у нас сто процентов пять копеек 1924 года нет и не сто процентов три копейки но год угадал гурт гладкий не знаю какой он должен быть есть гладкий есть этот ребристый какой-то из них реже у меня гладкий так что я думаю друзья и реже ребристый все есть монитотина супер ямку закапываем откидывал друзья земельку и смотрите что увидел отпечаток скорее всего от монеточки это мне нравится по звуку так не медяк я думаю какой-то совет вот она так и есть так и есть ребята это у нас рамочник 20 копеек вот сейчас с вами рассмотрим 1937 год год печальный ну а монетка смотрю неплохая продолжаю копаться и выбивать медячки снова что-то лежит прямо перед моими глазами друзья сейчас я покажу это вам монетка не маленькая чуть мусорка у нас вот эта монеточка вот смотрите для своего чтобы вы понимали вот тут все звенит все домик стоял и вот среди этого мусора выцепил я хорошенький сигналчик это у нас ооо друзья пятак по моему николаевский красота так смотрите так сниму перчаточку друзья такие мне показалось монетка в сохранчике такие монетки надо брать чистыми руками смотрите вот это мне нравится вот это мне уже нравится смотри да что это у нас друзья смотрите пять копеек 1869 года монетка ну с этой стороны вообще орел опа смотрите супер отлично косина а мы идем дальше копаемся и выискиваем монеточки очередная монеточка вон отпечаток от нее остался и смотрите спящие муравьи и среди них спали они рядом с деньгами друзья некоторые тоже да прячут денежки под подушку копейка 1934 года еще одна монеточка снова вижу совет по-моему опять ранний так что это у нас двадцаточка или тройбанчик двадцаточка двадцаточка а какого года смотрим 1945 сорок пятого эх-эх-эх-эх рано радовался увидел друзья чудесный беленький блеск вот и возрадовался а тут такая печаль глубина штык монетка второй банщик советы сороковой год состояние хорошее редкость никакая ветер просто неимоверный сносит сзади вам не видно унесло мою перчатку но вон что-то вон капошится а я монетку нашел серебро вон она уже где друзья есть серебро средневековая серебрюка серебрушечка полторачок я даже не полторачок вот что-то и поинтересней орлик здесь наверное полторачок вот такая вот монет год-год-год не пойму 17 век вам чего товарищ а что это у вас у нас а у нас о да смотри что-то солид не это уже покрупнее номинальчик покрупнее типа пиастр 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 нет не пиастр даже не туда не тугрик и не был бы дукат я бы сейчас тут плясал бы какой-то полтора-полтора гроша скорее серебрюшка серебрюшка да зачет отлично ну что ж друзья на сегодня наш коп с вованом закончен откопали мне кажется снадному сегодня вован сегодня меня немножечко сделал да я так понимаю друзья напишите в комментариях сделал мне сегодня вован по находкам или нет все таки у меня больше но у него мне кажется покруче поэтому друзья как всегда ставьте лайки закапывайте ямки да и не забывайте подписываться на мой канал с вами был как всегда ваш друг и соратник плодоискатель анархотурист также вован сегодня снова нам бур ван до новых встреч до новых встреч пока